Всем привет! Девочки, сегодня тестируем. Сегодня я получила свою посылку. Мне хочется смотреть туда, хотя камера у меня туда, поэтому... Блин, я не знаю, почему я в ту сторону смотрю. Пришла сегодня посылка у меня. И что я заказывала? Основной мой заказ был из-за тонального крема Shiseido Synchron Skin Glow. Вот такая вот упаковка и вот такой вот тональный крем. Но что-то я смотрю, что он будет, наверное, это двоечка Golden. Но что-то он светлый. Ну, сейчас будем с вами тестировать. Ой, какой он странный. Он что, так и должен быть? Или у меня какая-то подделка? Или так и должно быть? Что-то я не пойму. Нет, так, наверное, да-да-да-да, я поняла. Так, ясно. Вот, значит, Synchron Skin. Сейчас с вами протестируем. Я тональными кремами класса Luxe... Вы знаете, я немножко приблизила, чтобы вам виднее было. Класса Luxe... Не знаю, как-то у меня с ними пока что не складывается. Я пробовала Dior, Dior, Dior-овские, Lancome-овские, Forever, да, вот эта марка, бренд. Как-то всё мне не то. Не знаю, почему, не могу понять. Давайте будем пробовать Shiseido. Потом на очереди, если мне это не понравится, на очереди, я не знаю, Chanel может попробовать или Epsaloran. Но я Epsaloran слышала, что тоже на сухой коже не очень работает. Ну, короче, попробуем потом, наверное, Chanel. Вот, сегодня Synchron Skin, но я смотрю, что он уже на меня будет, наверное, светловатый. Ну и давайте... Что мы, набираемся или нет? Ага. Так, буду наносить кистью. Вот так. Кисть у меня от Luxe Visage. Классная кисть. Я, когда домой приеду, обязательно накуплю кисти от Reluie, потому что они хорошие, несмотря на то, что они бюджетные. Ну что, ложится очень тоненько. Очень тоненько. И, кстати, оно как-то сливается с кожей. Его почти не видно. Давайте еще попробуем. Побольше я почему-то побоялась. Вот так, я думаю, достаточно будет. Он очень легенький, разносится легко. Вот этот Golden 2, двоечка. Ну, в принципе, он как... Он сливается с кожей, поэтому он прям... Смотрите, как моя кожа. Только вот видите, какой эффект создает. Красивый на коже. Естественно, все разносим на шею, на ушки, чтобы у нас все было одинаковым. А не так, что лицо одного цвета шея, другого уши третьего. Смотрите, как ложится красиво, да? Такая увлажненная, ухоженная кожа. Мне нравится. Аромата никакого. Вообще я не слышу. Может, просто я не слышу. Я тут еще ароматы получила, поэтому я понанюхивалась. Может, я просто не слышу его. По-моему, нет аромата у этого крема. Мне нравится. Что я забыла? Я забыла взять бронзу. А я сижу в футболке, но в планках. Так что одну минуту. Все, я на месте. Заказывала я посылку. И положила еще себе пробник ароматов. Я потом вам о них расскажу. Оставим это тайной. И поговорим с ними. Там буквально два аромата. Я заказывала пробничек. И мне в подарок дали еще того же бренда. Только другое название. 15 миллиграмм. В таком металлическом контейнере. Так что поговорим о них. Вот. Так. Ну что? Что? Нравится мне тональный крем. Но... Я его покупала. Да. Покупала со скидкой. Полная цена. Ему, по-моему, что-то там... Тысячу с чем-то. Да, крон. Да. Но... Я хочу сказать, что... Я его купила за 700. По скидке. И хочу вам сказать, что... Ну что, ну что, ну что, ну что, ну хорошо ложится, но вот тональный крем, который у меня есть. Сифора Глоу 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 Глоу, он ничуть не хуже. Просто цвет у меня там очень такой, ну прям темненький для загорелой. А мне бы... Я никак в Сифору не попаду. Я бы купила и сестре такой тональный крем. Потому что, опять повторюсь, правда, вот не хуже. Вот вообще не хуже тональный крем Сифора Глоу Глоу. Он тоже делает лицо таким красивым, ухоженным. Поэтому... Со скидкой купить, да. Тем более, если вам такие там подарочки идут. Я еще себе заказывала. Сейчас буду тоже наносить. Это... Я не знаю, есть на Украине, в России этот бренд. Nobea. Nobea. Niles. Это такие лаки с витаминами. Вот такой розовенький. Просто оттенок легкий придает. Он полностью не перекрывает цвет. А это покрытие. Вот. С витамином. Дает такой... Давайте я от себя немножко так уберу. Ну что, хорошо. Красивый тональный крем. Я не сказать, что я пожалела. Нет, я не пожалела, что я купила. Просто чисто для эксперимента. И... Это я наношу Эвелайнер. Корректор. Я покупала корректор, девочки, от... Калистар. Вот такой. Он очень белый. Тоже я покупала, по-моему... А, нет, это единичка. 15 миллиграмм. Он такой прям перекрывает все на свете. Перекрывает все на свете. И оттенок очень-очень светлый. Почему я двоечку не заказала, я не знаю. Ну, синячки перекроет. И сделает такую вот подсветку, кто любит. Но я его оставлю для дальнейшей своей работы. Вот этот. Вот это вот. Если вдруг у меня будет. Еще хотела с вами, девочки, поговорить. Знаете, о чем? Я недавно мужу жаловалась. У меня стали очень раздражаться глаза. И я все... Туши, которые у меня есть. Лориаль, Буржуа. Что там? Мэйбелин. Я их просто не могу носить. Ну, не могу. Вот прям до обеда еще как-то. Потом у меня все расходится. Все текут слезы. И я не знаю, с чем это связано. И я мужу говорю, что не могу краситься. И когда мы были в Айфи-палате в Пордубицах, он мне... Я пошла пока там покупать себе нижнее белье. Они с дочкой пошли в Сифору. И купили они мне вот такую вот тушь. От Хелена Рубинштейн. Это гипоаллергенная, водостойкая тушь. Вот такая вот. Здесь обыкновенная вот такая вот щеточка, да? Не силиконовая. Ну и купили они мне эту тушь. Я думала, она будет стоить, я не знаю, ну крон пятьсот. Боже, я как посмотрела, сколько она стоит. Я мужу говорю, я бы никогда в жизни... Да, тональный крем я куплю за такие деньги. Я не знаю, там, палетку, да. Но тушь за такую цену я бы не купила. Правда. Я бы рылась в более бюджетных каких-то. Есть гипоаллергенные там и у Бель, например, туши. И которые стоят там, ну, двести, ну, триста крон. А эта тушь стоит девятьсот крон. Девятьсот. Это почти тысяча. Боже мой, я говорю, я бы никогда в жизни не купила. Ну, правда, ее хвалят, да. Она действительно, я вот накрасила один раз. Ну, я бы не сказала, что прям ресницы такие шикарные делает. Но я потом полезла, почитала отзывы. Вот слезы, все равно, ну, как бы глаза устают, но не раздражает тушь глаза. То есть она не додает вот этого еще, знаете, плюса, чтобы вообще глаза разлазились в разные стороны. Хорошая тушь. И я читала отзывы, что ей нужно дать время раскраситься. И она потом вообще классная. Так, давайте бронзер. Вот этот вот бронзер от Physician Formula. Тоже есть бронзеры не хуже, чем вот это, да. Но, что хочу заметить, когда я пользуюсь более бюджетными бронзерами, меня сыпет. Я не знаю почему. Может, потому что там тальк надо почитать. Если знаете, есть тут тальк или нету в Physician Formula вот эти вот знаменитые их бронзеры. Так. Ну, вы знаете, оттенок очень хорошо слился. Смотрите, прям идеально. Красиво смотрится. И вот он, конечно, Sephora Glow Glow, он более такой сияющий дает эффект. Вот это не дает такого прям. Он сейчас впитался, и он скорее он сатиновый, нежели прям... Хотя вот так вот создает влажный эффект, да. Но в жизни Sephora Glow Glow более... Более сияющий, нежели вот этот. Да, вот этот, конечно, для сухой кожи идеальный тональный крем, потому что он прям как уходовый такой. Бородка. И, естественно, мы делаем носик. Вот такой вот. И румяшки у нас будут... Я сейчас использую полным ходом помадку от Bourjois. Она у меня стояла, я не знаю, годами. Я ее покупала очень давно. В оттенке 10. Версия вот эта. Вот видите? Такой вельвет. И я ее использую как румяшки. Я вот так наношу на руку, беру кисть, вот так прям растушевываю и наношу на щечки. Мало нанесла. Так что об ароматах я вам расскажу в следующем видео. Ну вот я и нанесла один из них и мне нравится. Они, конечно, дорогие. В полной версии я бы их не покупала. Вот так. И на губы тоже наношу. Вот так. Немножко подкрасим глаза. Я сейчас не крашу сильно, потому что я хочу... У меня сейчас идет вдохновение. Все-таки я творческий человек. И я хочу снимать макияжи для Инстаграм, если интересно. И сегодня у меня там есть версия одна. Хочу... Беру оттенок из палетки. Видите? Его уже тут почти нету. Он похож... Есть у Mary Kay оттенок орех, по-моему. И вот он очень похож. Мне нравятся такие оттенки. Здесь он называется Chucky Dog, 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 Dodge, не знаю, как-то так. Это Makeup Revolution. И я наношу слегка вот так вот, чтобы оно мне не мешало для следующего макияжа, который я хочу снять. И что я хочу сказать, что мне нужна, конечно, хорошая камера или фотоаппарат для съемки, макияжей. Потому что все-таки это моя профессия. Я визажист. И мне это очень нравится. Вот и все. Вот так вот я намечу свои родиночки, которые у меня образовались с годами. Так что напишите мне, делают, удивляют ли вас мужчины. Мне муж... Ну как, вот, например, одежду он мне может купить. Он знает мои вкусы, он знает мой размер. и единственное, он может сказать, что, допустим, если он там футболки покупает, в каком цвете я больше хочу. Ну, то есть, вот, а вот, что касается косметики, ароматы, он не может мне купить аромат, например, он не знает, какой мне понравится. Поэтому, а здесь, вот, он пошел. Вот, просто, знаете, что, дело не в цене продукта, и, а дело в том, что человек задумался о вашей проблеме, да, ну, как бы, косметика, мужчины вообще не обращают на это внимания, и пропустил бы мимо ушей, да, и все. А у него нет, оно зацепило его, это время прошло, это прошло, я не знаю, там, когда я ему говорила, и мы когда поехали, вот же, они пошли в одну сторону, я в другую, и он пошел, спросил, посоветовался, какую лучше, какую, ну, вот. поэтому важное вот это, что человеку не все равно, даже на вот такие вот, казалось бы, да, ну, для мужчин неважные вопросы, напишите у вас, мужчины, удивляют вас или нет. мне кажется, мне кажется, сейчас мужчин, именно мужчин, да, что я называю мужчиной, мужчина, это, который делает для вас все, не в том плане, что на тебе там деньги, делай, что хочешь, а в том плане, что даже если мужчина не настолько богат, да, но он делает все в своих возможностях, по своим возможностям, скажем, он делает все для того, чтобы тебе жилось хорошо, комфортно, чтобы ты чувствовала себя хорошо, вот, и не только ты, там, ваш ребенок, да, и вообще, таких, мне кажется, мужчин на данный момент очень мало, и это нужно ценить, и это нужно не просто как бы вот так вот, и в ответ тоже должен быть какой-то, да, какая-то отдача, поэтому если для вас мужчина делает все возможное и невозможное, то вы для него тоже должны как бы стараться, вот, это мое такое мнение, напишите, если у вас не так, если вы думаете по-другому, мне интересно будет послушать, поэтому, что я могу сказать, девочки, посмотрим еще вечером, я включусь еще вечером, как он будет носиться, я не закрепляю пудрой, вот, просто нанесла, и как-то 30 миллиграмм написано, но он такой большой какой-то, большой и тяжелый, не, ну, сидит красиво, конечно, но опять-таки, не хуже, не то, что прям лучше, чем вот этот, Sephora Glow Glow, так, бровки причешем, хотя они у нас и так причешены, причешем, и все, кстати, вот это вот средство для бровей от Maybelline очень хорошее, смотрите, у них тут, это у меня в оттенке 02 Soft Brow, и смотрите, какая кисточка, с одной стороны маленькие ворсинки, с другой стороны длинные ворсинки, и я вот сначала прохожусь длинными ворсинками, вот так вот, а потом прохожусь мелкими, именно там, где кожа, больше кожи, чем волосков, и тогда получается очень хорошо, и, кстати, держит хорошо волоски, вот так, на, смотрите, оп, но продукта много, оп, 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 кстати, я, по-моему, сегодня не укладывала, вот так, сейчас я немножко подрихтую, продукта мало, много, наоборот, вот так вот я их укладываю, а потом сейчас сниму немножко, потому что много продукта, а потом вот здесь, где более у меня мелкие такие волоски, я прохожусь именно по телу, вот этими коротенькими ворсинками, вот так вот видите, мне кажется, классно, прям хорошо, и держит хорошо, и цвет придает, присмотритесь, хорошее, и недорогое, в принципе, все, девочки, тушь я тоже вам покажу, почему я, я вам обязательно ее покажу, как она наносится, как она смотрится, ну давайте сейчас я тоже накрашу, мы протестируем с вами тогда уже два продукта, это синхрон скин от Шесейда и тушь, просто я хотела подождать, чтобы она была именно вот хорошо наносилась, ей нужно время, ну давайте, несмотря на то, что мне кисточка, я не люблю такие кисточки, она я еще не приноровилась, знаете, что, снимать ее, вот как она лучше снимается, я сейчас снимаю ее мицеллярной водой, но мне не нравится, что я сильно тру кожу тогда под глазами, а маслами я не умею умываться и не хочу, как-то мне не пошло, вот это умывание гидрофильными маслами, не люблю я, я кушать так хочу, ну вот, смотрите, вот такой вот, можно сделать вот такой эффект, легкий-легкий, можно ее поднаслоить, она, кстати, застывает быстро, поэтому там сильно с ней долго не нужно выловодиться, ну, смотрите, нет, ну, ресницы она делает, конечно, шикарные, ничего не скажешь, видеть, ну, нижние реснички, я сегодня позанималась хорошо, что еще у меня в планах, я хочу еще купить палетку для лица, чтобы там румяна, бронзер был, и хорошую палетку для глаз, ну, если хорошую, люксовую какую-то, посмотрим, я еще не знаю, что я хочу именно, меня устраивают палетки от Сифора, вообще замечательные, вообще, самая первая палетка большая, такая, я покупала здесь, в Чехии, в Сифора, в Праге, и там был прям, я потом сестре ее отдала, прям такой чемоданчик, там тени, блески, кстати, классные блески, не скажу, что все тени там были тогда хорошие, некоторые были сыпучие, некоторые такие полупрозрачные, но хорошая была такой чемоданчик, там было все, и, по-моему, там были и румяна, я вот сейчас не помню, вот, сейчас у меня есть палетка небольшая от Сифора, такие вот маленькие, картонные, тоже классные тени, ничуть не хуже, у меня есть вот тени там, Нарс, например, да, они ничуть не хуже вот этой палетки Нарс, там тоже приблизительно такие оттенки, что у меня здесь, приблизительно такие оттенки, вот, ну, например, Сифора мне даже нравится больше, как-то она тушуется так мягче, скажем, ну, что, как вам тон? Давайте я приближу, чтобы вы увидели, как он именно, видите, на лицо, то есть, он не ложится маской, в принципе, просвечиваются вот здесь веснушки мои, все, но лицо все равно делает, тон лица все равно выравнивается и придает такую какую-то ухоженность больше, да, мне кажется, или такой у нас легкий макияж получился, при заказе мне еще в подарок дали такую от Айзенберг, я так поняла, что это написано Хоме, наверное, аромат для дома, такой интересный, приятный, кстати, там он какой-то такой дымчатый, потом вот такую защиту от что это, Ля Роша Пасай, о, боже мой, что вот этой защитой можно, ну, это ребенку попробовать, я вообще с солнцезащитками не пользуюсь, потому что с солнцезащитка есть и в кремах, и в тональном креме, а без тонального крема я не хожу, поэтому, да. Вот, девочки, протестировали мы с вами два продукта, это тушь Хелена Рубинштейн, waterproof и гипоаллергенная, ее можно когда вы носите линзы и если у вас вот аллергия, аллергия. Вот, и тональный крем в оттенке два golden Shiseido Synchron Skin Glow SPF 20 написано, флюид, вот такой вот. Встретимся вечером, еще не прощаюсь, так что увидимся. Всем доброе утро, девочки, я вчера просто забыла снять тональный крем в конце дня, да, я уже была никакая, у меня еще что-то горло начало подбаливать, как-то голова разболелась, короче, не сняла я последний кусочек, да, как держался тональный крем, что я хочу сказать, тональный крем продержался хорошо, он нигде у меня не сполз, нигде даже, вот, не забился никуда, ни в какие морщинки, ничего, не подчеркнул ничего, то есть, тональный крем вел себя прекрасно, вот. Стоит ли, напомню, что мы тестировали с вами тональный крем от Shiseido Synchron Skin Glow, но что я хочу сказать, что если его покупать по полной цене, то есть варианты подешевле, которые тоже смотрятся на лице красиво, делают вашу кожу ухоженной, не сушит, то есть, я уже вам говорила, да, называла в видео, какой тональный крем мне нравится, если брать еще под дешевле, то можно, например, купить тональный крем от Rimmel с такой синей, с синей пробочкой, тоже, как вариант, очень хорошо, бюджетно, то есть, как бы, и, опять повторюсь, ничуть не хуже смотрится и чувствуется на лице, поэтому, да, тональный крем хороший, вот он, видите, какой, ну, больше всего похож вот Glow Glow Sephora на вот этот тональный крем, вот, так что, если, я советую этот тональный крем, если вы хотите что-то из люксового, если хотите что-то подешевле, то я уже называла варианты, вот, так что, надеюсь, вы мне поверите, лично на моей сухой коже, смотрится хорошо и держится тоже хорошо без припудривания, я вообще не припудривала, не поправляла, не припудривала, ничего, так что, вот такое вот, ладно, на этом все, пишите свои запросы, что вы хотите протестировать, может, что-то более бюджетное вы хотите, я с удовольствием, как бы, выполню ваши запросы, так что, увидимся, до новых встреч, пока! до новых встреч, пока! Продолжение следует...